Знание 500 часто применяемых иероглифов Необходимо для понимания современного текста на китайском, наиболее сложном из языков мира В перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов содержится 588 наименований Знание лекарства – это знание воздействия его на организм человека И знание химической природы препарата и понимание природы болезни, нозологии заболевания, для лечения которого предназначен препарат Изучение лекарственных препаратов – это задача и будущего врача, сегодняшнего студента, и врача-исследователя, который раздвигает горизонт знания лекарства В Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика Павлова мы рассматриваем эту задачу в комплексе Так кратко можно описать суть работы Института фармакологии Сегодня под эгидой Института фармакологии работают две кафедры Научные исследования проводятся в девяти лабораториях, объединенных в три отдела В институте работает академик Гриненко Александр Яковлевич Восемь докторов наук Подготавливаются новые научно-педагогические кадры высшей квалификации Мы постоянно ощущаем внимание и поддержку руководства нашего университета И поэтому в свой юбилейный год, год двадцатилетия Института фармакологии Мы смотрим в будущее с оптимизмом Наши традиции заложил профессор Алексей Алексеевич Лихачев В 1899 году основав кафедру фармакологии Начиная с 1906 года, впервые в России на кафедре начались практические занятия по фармакологии И было организовано студенческое научное общество Доцент Пальчевская Мария Игнатьевна Академик Закусов Василий Васильевич Академик Вальдман Артур Викторович И академик Игнатов Юрий Дмитриевич Возглавляли кафедру И мы с гордостью вспоминаем эти имена Сейчас на кафедре проходит обучение студенты Третьего курса стоматологического, лечебного, педиатрического факультета И факультета спортивной медицины по дисциплине фармакология Практические занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных интерактивной компьютерной системой Студенты шестого курса лечебного и педиатрического факультетов И факультета спортивной медицины Заканчивают цикл занятий по клинической фармакологии Мы реализуем программу последипломного обучения для интернов, ординаторов и аспирантов Разработали и проводим дистанционное образование по клинической фармакологии На постдипломном этапе подготовки врачей Курсы по основам биомедицинской статистики По правилам проведения доклинических и клинических исследований На кафедре работает научная школа академика Вальдмана На заседаниях планируется научная работа Утверждаются темы диссертаций, выносятся научные доклады Проводятся предзащиты диссертационных работ Наши ученые чувствуют себя частью мировой медицины Ощущают, что научная и исследовательская деятельность актуальна и востребована Институт работает в кооперации с петербургскими и российскими учеными С коллегами из США, Германии, Финляндии, Швеции, Италии, Нидерландов, Франции Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok В состав Института фармакологии входят лаборатории, токсикологии, биомедицинской статистики, фармакоэпидемиологии и фармакокинетики, цитофармакологии, экспериментальной фармакологии и цифалгии, клинической фармакологии аддиктивных состояний, фармакологии поведения, экспериментальной фармакологии аддиктивных состояний и экспериментальных доклинических исследований с виварием. Изыскание новых лекарственных препаратов не только в психиатрии, не только в наркологии, а изыскание лекарственных препаратов для всех заболеваний, которые сопровождают человечество, является самым актуальным на современном этапе. И я бы хотел сказать, что Институт фармакологии имени Вальдмана – знаковый институт на северо-западе, в России и за рубежом. Институт фармакологии имени Вальдмана – знаковый институт на северо-западе, в России и за рубежом.